Что с ним делать? Ничего, его только убивать. Его не исправить уже, всё. Это страшнее наркомании. А я вам говорил, не играйте. Не играйте. В каждой проповеди всё время играли. Всё время играли, да игрались. Все пойдёте на свалку. Те, которые изобретали, они знали разложение мозгов людей. Это так называемый виртуальный мир, он ложный. У Вали Конёвой, вы её знаете, когда судили внука, ножом ударил, у которого был у него в гостях, играли, он соскочил, схватил, нож ударил, что нож, лезвие согнулось. Спрашивай, за что? Не знаю. Но ты что-то имел к нему? Да нет, я у них пил, ел и ночевал там. И вдруг он не доиграл игру, схватил нож, подскочил и ударил, и всё. Не играй. Взрослые дядьки. Оказалось, в одном городе живут, а они играют на команду. Он его вызвал, вызвал, сразу зарезал. Играя виртуально, в натуральный мир перешла. Поэтому закон Божий надо рассматривать с духовной стороны. Бог закончил творение, но творит нового человека. Какого? Во Христе. А тут он закончил этот труд в воскресенье. Бог почил, когда кончил свои дела. А Бог кончил дела, когда пропадал в аду и вернулся нового человека, творя, он показал своим делом. Всё. Значит, сегодня мы празднуем и субботу, и воскресенье. Субботу, как знак ветхозаветнего творения, что мы есть такие. И нового заветнего воскресенья, что мы такие, какими нас сделал Бог. А первые христиане, они празднули оба дня, субботу и воскресенье. Я считаю, это очень хорошо. Это лучше, конечно. Но это не означает, что ничего не надо делать. У нас есть два выходных, суббота и воскресенье. Нет, отдельно. Закон. В понедельник. И беззаконие. Другого нету. В понедельник. Считай. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан грехом. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу. А что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. А как грех? Вот что, живой разве? Живущий во мне грех. Как будто это что-то не абстрактное, а вещественное. Но такими образными выражениями он удается понять, что грех тянет за собой и сатану. По словам грех, избавив от лукавого, ты должен понимать, это не чистая сила. И просто зло. Лев Толстой перевел, избавив меня от зла. Нет, это личность, которая может говорить, давать повеление, протеяться, искушать. Вот здесь живущий во мне грех. Это пожелание. Творить беззаконие грех. Потихонечку. Ну давай дальше. Ибо знаешь, что не живет во мне, то есть в плоти мое доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оно, я того не нахожу. Скажи, атеисты могут это сказать? Вопрос. Ну, как попытаться, могут сказать. Нет, они никогда даже не скажут. Живущего мне желания добра нет, но все время надо совершенствоваться. Но они все знают. А чтобы сделать, он и они не находят. А может быть, атеист добрым. Да нет. Ну вот мы едем последнего лета, приехал этот Карен Геваркян. Режиссер. Мы едем в машине. Он едел на благовестие с нами. И оттуда мы возвращаемся. И он мне говорит, а вы как считаете, я нравственный или нет? Я говорю, абсолютно бесконечно безнравственный. Да как так? Он маленько погодя, телефон с Санкт-Петербургом разговаривает и говорит, знаете, я вот еду с верующими, меня за дебила считают. Я такой, прям с обидой с такой. Я ему доказываю, почему ты не можешь быть лучше. Потому что без Бога, без меня не можете делать ничего. Тебе кажется, что ты добро. Я его фильм-то не смотрел, этот пес, бегущий по краю моря. А теперь я посмотрел, он должен приехать. Я ему выскажу, самое обидное, что ты зря на тебя тратили деньги. Он четыре года среди нимхов хотя и жил, с северного племени-то, и снял фильм. А там ничего нету. Язычество. Ему это сильно понравилось. У них такое единение с природой. Ну какое? Ему надо канаю делать, лодку. Он подходит к дереву. Дерево, я буду рубить, тебе больно. Но ты дерево не обижайся. Ты знаешь, дерево, я сделаю лодку, мы будем плавать, тебе хорошо будет. Тут бывает засуха, а там вода все время. Это он его обговаривает, дерево пока рубить. А дальше рубит и все наговаривает. Тебе хоть больно, но ты не шибко обижайся на меня. Тут и внуки мои будут плавать на тебе. Ему это все, он все заснял, это понравилось. Так это язычество. Он не может отличить Бога от камня, от творения. Ну народ, люди устали, мы рано занятия начали. Прекрасно. Идем на молитву. Закрывай книгу. Три часа сидели. Все? Потихоньку, не испугайте только. Становись там. Назад. Ну ладно, ладно, выйди потихоньку. Будем молиться. Боже, милостив, будь мне грешным. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчисла я согрешил. Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царю Небесную, утешителю души истины. И живи с детства, и вся исполняя сокровища благих и жизнеподателю. Приди и вселись, амны, и очистены от всяких скверных. И спаси и блажь души наши. Святые Божие, Святые Крепкие, Святые Бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, Святые Крепкие, Святые Бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, Святые Крепкие, Святые Бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и присно, и во веки веков Аминь Пресвятая Троица, помилуй нас Господи, очисти грехи наши Владыка, прости беззаконие наше Святые посети и исцели Мемощи наши, имени Твоего ради Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и присно, и во веки веков Аминь Отче наш, иже истина небесех, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем дожняком нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лука ваго, ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Ты наш Бог Иегова, открывшийся с этим чудным именем Авбоочи. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его. Аллилуйя. Слава Вышней Богу на земле, мир в человека, благоволение. Аллилуйя. Благодарю за тот день, когда Ты даровал мне веру Твою святую и ожидание страшного суда. Аллилуйя. Благодарю за день, когда даровал мне святую Библию и толкование святых отцов. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас с молитвами Твоими. О, преблагословенная, благодарю Тебя за услышанную молитву, что спасла в тесных обстоятельствах от крушения, падения, предательства, измены, малодушия, уныния и отчаяния. И впредь не оставь Твоей заботы, покрой мофором любви Твоей. Господи, слава Тебе, благослови правителей наших, обрати их на путь спасения, дабы издавали мудрые законы. Дмитрия Владимира, Марака Александра, Игоря Людмила. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога, а мне грешнее. Благодарю Тебя, добрый ангел, сколько лет Ты хранил душу мою и на дороге, и на воде, и всюду спасала, и при пожаре, и от опасности от людей. Прошу Тебя, не оставь и в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою в пострашенном непонятном мытарствам, и введи ее на веки в царство Христа Бога нашего. Аллилуйя, посети болящих Валентину, Валентину, Александру, 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 Иоанну, Неонилу, Неонилу, Иоанну, и всех западавших нам молиться о них. Иоанн, креститель, претеща Христова, моли Бога о нас. Благодарю Тебя, Иоанн, за услышанную молитву. Научи нас жить в бедности, имея пропитание и одежду, быть довольным. Иоанн Креститель. Научи нас не бояться властей, не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Господи Божий наш, слава Тебе. Господи, пошли добрых миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И помилуй нас по любви Твоей. Хвала Тебя, наш Господь, слава Тебе. Святителю Христову Никола, мирликийский, чудотворщий, образ крутости и воздержания. Добрый архипастер, моли Бога о нас. Благодарю Тебя, Никола Чудотворец, за услышанную молитву о людях, о животных. И впредь не оставь нас Твоей заботой. Ты боролся с еретиками. Господи, разруши замысл еретиков. И утверди веру православную. Благосови патриарха Кирилла, митрополита Илариона Болящего, Евтихия, Максима. И вышли истинные служители на Ниву Твою, дабы благовестию ничто не препятствовало. Святый пророк Илья, Елисей, Нох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Мой, Иосиф, Патриархи, Ездранием, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Изыки, Иль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отрихи. Пророк Михея, молите Бога о нас. Да исполнен Господь Духом пророческим церковь свою, дабы день пришествия Твоего не застал нас спящим, но чтобы мы вышли как добрые невесты. Полными светильниками и горящими, ожидая жениха Тебя, истинного Христа Бога. Аллилуйя. Святые ангелы, архангелы, хирургимы, серафимы и все небесные силы, престолу Божию предстоящие, молите Бога о нас. Святые всехвальные апостолы, первые верховные Петры и Павел, святые евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн, молите Бога о нас. Господи, дай нам жажду исследовать Священное Писание, дабы и Святая Библия проникала в наш разум и рассуждение, и слова, ибо по ней Ты будешь судить этот мир. Аллилуйя. Аллилуйя. Святые мученики. Святые мученики. Сергий Радонский, Сефан Пермский, Серафим Саровский, Антобольский, Анкараштадский, Аншанхестин, Кирилл и Мефодий Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Филарет и все перевозчики Священного Писания, молите Бога о нас. Господи, пошли истинных служителей народу русскому, чтобы люди не пребывали во тьме. И укажи, где мы должны быть, да, насчет священника и место для занятия, как угодно воле Твоей, Святой. Аллилуйя. Святые жены и девы, молите Бога о нас. Пекла первомущенца, Патина, Самарина, Феврония, Гера, Надежда, Любовь, Матерь, София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария, Египетская, Прискила и Акила, Андроник и Юня, Киприан и Устина, Антонина, Алевтина. Молите Бога о нас, даруй Господь, послушание, молчание, целомудрие и стыдливость с женам и делом, и сохрани их от всяческого поругания. И прими наши молитвы воздияния рук, как жертву вечернюю, как благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей. Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых Твоих, молящихся на небе и на земле, молящихся о блага нам. Слава Тебе, Аллилуйя. Говори, Господи, слушает раб Твой. Аминь. Слава Тебе, Аллилуйя.